здорово ребята меня зовут максим сегодня я буду пробовать пиво от пивоварни хофнер вкратце что я знаю об этой пивоварни не так уж много пива я у них пил одно даже попало на обзор это коллаборация с лета брю ту плеер смот которая была в пенопаке от тбп это пивоварня с богатой истории так сказать в отличие от большинства крафтовых пивоварен которые просто возникают из ниоткуда у этих ребят есть история пивоварня хофнер была основана в 30-х годах в германии на данный момент у нее есть три филиала один в петербурге один в турции и один в америке но в америке уже вроде как нет даже не знаю чем это может быть связано по крайней мере на антапте так написано что пивоварня закрыта на официальной странице российской пивоварни ничего об этом не сказано написано что так же как и было так и осталось 3 пивоварни также я знаю что бывший главный пивовар хофнер якин в богдан сейчас работает в magic mess ну а кто там сейчас главный пивовар я не знаю сегодня на обзор я подобрал три самых интересных сорта но на мой взгляд который сейчас можно найти у этой пивоварни и давайте перейдем к первому пиву начнем мы с пива камарадерии это супер коллаборация газбрю хофнер и салева как только я узнал что эти ребята готовят коллаб да еще и тройной я сразу понял что это пиво надо брать и пробовать обязательно потому что потому что то что делает газбрю мне все нравится салева тоже хорошие пивоварни много у них пил сортов в общем я решил что это должно быть крутое пиво это у нас new england double ай пей восемь с половиной процентов алкоголя 50 ай би ю вот вся информация на лицевой стороне банке очень удобно указаны хмели enigma elva galaxy citra lupa max citra incognita дата розлива 28 марта сегодня нас 8 апреля то есть пиву около двух недель единственный нюанс это варилась у газ но в принципе у меня на канале такое часто обозреваю пиво от одной пивоварни а на самом деле она сварена на другой состав вода солод ячменный хмель дрожжи пивные вместо так сказать фирменного наливания сегодня будет так как я не старался найти какую-нибудь информацию об этом пиве дополнительную я не смог я все соцсети у всех трех пивоварен облазил толком ничего не нашел на антапте тоже никакой инфы нет также просто указано хмели и все оценка кстати 4 и 6 что я хотел сказать ну хотя они знаете когда я она наливалась мне показалось что но хотя не ну конечно да мутная джуси но я бы не сказал что прям супер густой на самом деле довольно таки жидкая плотность хоть 19 5 вспоминается просто new england от big village который я недавно пил тоже в обзоре на пенопак новогодний если вы смотрели вы наверно помните да какой там был супер просто густой new england а здесь довольно таки жидкий может быть на дне банки что-то осталось и на нет на дне банки ничего нет и на дне стакана ничего нет фантастика я не привык таким new england там честно говоря я привык что в new england их обычно ошметки просто повсюду и просто невозможно вообще разглядеть ничего в стакане а здесь довольно таки все жиденько чистенько балдежный хмелевой аромат с цитрус и все как положено давайте попробуем за вас что мне нравится сразу же что нет лишней сладости мне вот что вы пашках что в new england их таких вот нажористых не нравится прям что они чересчур сладкие бывают но вы возможно если другие мои обзоры видели помните я об этом говорил а здесь нет это первый плюс второй плюс это то как она кайфово пьется из-за того что она такое чистое без лишних примесей у тебя нет ощущения что ты его ешь как во многих new england здесь ты чувствуешь что ты просто пьешь пиво пьется очень приятно и пьется просто нереально легко для восьми с половиной градусов супер легко пьется и обе юшечка полтишок прям вот как надо тоже без перегиба в излишнюю горечь то есть ну прям идеально во всем это мне нравится гораздо больше чем new england от big village не то чтобы я прям сильно удивлен возможно благодаря инфополю своему потому что все вокруг нахваливают new england от big village на мой взгляд это круче это наверное один из лучших new england of которые я пил я с трудом на самом деле сейчас сдерживаюсь чтобы не выпить этот стакан просто залпом настолько легко приятно и вкусно она пьется да такое не стыдно рекомендовать на самом деле это кайфово как говорится не прогадал узнал на самом деле о том что это пиво выйдет еще когда был в таиланде был с тех пор так сказать предвкушение как вишенка на торте эту баночку я купил за 270 рублей без всяких скидок но то есть вот такой крутой new england на мой взгляд должен стоить не дешевле 350 400 а здесь если постараться можно найти вот в районе 250-300 рублей это этого это супер того стоит это просто цены 2019 года я по таким ценам new england 100 лет уже не видел это балдеж ребята первый блин не комом очень крутая коллаборация давайте дальше далее у нас плененая мангадора на самом деле это пиво вышло уже полгода назад дата розлива 15 сентября 22 года и до сегодняшнего дня я думаю что это племенная мандрагора это оказывается племенная мангадора мне даже стало интересно что такое мангадора но на самом деле видимо ребята придумали это слово потому что все что находится это это пиво это видимо типа интерпретация мандрагора только смеси с манго видимо это пиво с манго будет написано гоблинский пунш с твердым знаком и есть описание на банке мангадора была пленена тысячи лет назад чтобы человеческий разум и желудок никогда не повстречались ее копченым естеством теперь она на свободе а пленен будешь ты в чем фишка этого пива в том что эта коллаборация с крэнк пиццей знаменитая крэнк пицца если вы не знаете что такое крэнк пицца значит вы наверное не подписаны на суиндука на самом деле опять таки я про это пиво знал очень давно но я не знал что это коллаборация с крэнк пиццей пока не купил его она стоила 270 рублей изначально но я его купил за 100 с копейками потому что она уже старая и к сожалению я не смогу характеристики его корректно назвать потому что здесь поверх этикетки была контр-этикетка и на ней были совсем другие данные нежели на обычные этикетки они очень отличались и я не знаю теперь корректно ли то что здесь написано здесь практически ничего на самом деле не написано по крайней мере по составу экстрактимс написано 13 алкашка 49 искал информацию об этом пиве везде где только было можно но все что находится это вот это описание которое уже есть на банке ну в антапсе тоже 49 алкоголя на самом деле получается единственное что отличалась этот состав он был более подробный на наклеенной этикетки вот увы на не сохранилась изготовлена о hofner то есть опять таки у ребят есть своя пивоварня напоминаю что это обзор на пивоварню hofner в отличие опять таки от многих пивоварен крафтовых которые в большинстве своем контрактники у hofner есть своя пивоварня надеюсь это пиво не сильно испортилась 5 согнем с ругальathy заявлю ну полгода то есть на месяц вышел срок фуфов давненько такого не было честно говоря в новой хате первый раз стояла в холодильнике несколько недель открывал максимально аккуратно что мне больше всего смущает какие-то странные куски это что такое вообще что за ошметки но на самом деле не так все и плохо напоминает на самом деле по аромату борщ от найтберг ведь блин не видите жаль не попадает в кадр охренеть просто салат какой-то на столе да и видно в стакане тоже суши мне нужно это вытереть знаменитые три щелчка джона дори она мне не помогли пахнет на самом деле очень круто ну собственно плененная мангадора вырвалась на свобода так понимаю будем это так интерпретировать все я устранил последствия аварии но на самом деле это еще не самое страшное что могло произойти это реально лайтово борщ от найтберг например у меня вообще полностью весь вышел пеной сегодня буквально когда ходил вот за этим пивом бермак у них там при мне лопнула банка тоже с пивом стояла на солнце на прилавке вот вроде крупная крутая сеть много сортов а пиво не в холодильниках стоит вернемся к мангадоре что можно сказать коричневый насыщенный цвет такой бурый я бы сказал очень много специй очень прям толстая так шапка из специй это при том что много из них вылилось на самом деле удивительно что они все на поверхности они внизу на самом деле внизу реально очень мало все всплыло довольно-таки газированное возможно довольно таки плотное видимо но опять-таки края пицца крутое заведение я не думаю что они стали бы пропускать беспонтовые пиво со своим именем все-таки видимо все опять постарались по аромату очень кайфово очень копчено какие-то специи пряности не могу сказать конкретно какие ну конечно выглядит немножко жутко но я и не такое пил я пил бёрнинг поэтому за вас прям покушал ну не знаю какое оно было когда свежее но сейчас она офигенная довольно-таки острое острота прям горло дерет ну по идее но должно наоборот было только настояться да но на самом деле такое чувство что все-таки какие-то под выветрились уже моментики просто не считая специй сам напиток как-то прям проваливается незаметно что надо было напоследок оставить не рассчитал маленько не думал что она будет настолько острая на самом деле опять-таки крутая тема не могу не чувствовать плохого в отличие от того же самого бёрнинга здесь просто куча специй но нет у блюдского никакого жира который плавает стакане это просто пиво с огромным количеством специй все круто нормальная газешка все офигенно если бы я знал что это коллаборация с крен пиццей я бы ее еще полгода назад взял но они выпустили вторую версию так что я думаю что ее можно будет еще найти тоже без проблем при желании ну вот опять тяжело остановиться копчененько томат ненько остренько вкусненько давайте дальше ну и финальное третье пиво на сегодня это у нас кайфу я чтобы то ни было imperial sourl коллаборация с островицей в бутылке да еще и вот с такой пробка я на самом деле первый раз такую пробку вижу я так понимаю что это без открывашки открываются но до этого еще дойдем но блин я реально первый раз такое вижу хотя здесь вроде как я вижу перфорацию такую типу ослаблены пробочка как будто бы ну ладно разберемся 23 процента плотности 7 процентов алкоголя айбью 7 фейхуа плюс каркаде состав вода солод концентрированный сок фейхуа каркаде листовой мне продукты дрожжи пивные это пиво тоже изготовлено на оо хофнер город санкт-петербург дата розлива 11 января 23 года непросроченная то есть как предыдущие в антапте написано 11 алкоголя уж не знаю где здесь правда надеюсь что в антапте просто imperial sourl если 11 я когда увидел что 11 я подумал что вот это действительно imperial никакого описания нет открываем наливаем я такие крышки у коктейлей видел в нулевых но там они были прям вообще вафельные а это прям крепкая довольно таки крышечка основательная даже удивился что только открылась но цвет ребят и кайфовый прям каркаде каркаде но выглядит очень балдежно прям такой рубиновый кайфовый цвет особенно на свет и аромат классный напоминает на самом деле мед от medieval барткор из обзора на новогодний пенопак я хоть и много тропических фруктов перепробовал но вот фейхоа для меня все еще что-то непонятное поэтому по аромату как-то мне сложно сориентироваться но сладенько пахнет фруктово давайте сразу пробовать за вас все таки такое чувство что в антапте написано правда про крепость она довольно-таки приличная алкогольная я как-то даже забыл что это саурель обратите внимание какой он жидкий вообще прозрачный я очень не привык к таким саурелем фильтрованный что да нет это точно саур как будто бы мед это как будто бы ликер 340 рублей за 033 и ребят я не понимаю что происходит честное слово это как будто бы реально меломель чувствуется легкая кислинка конечно вот разве что меломель все-таки послаще будет опять-таки не знаю что такое кайфуя находится только это пиво видимо кайфуя и дизайн интересно довольно таки у этикетки но мне не хватает фантазии чтобы понять что это пишите в комментах свои идеи на самом деле обычно я привык такое говорить чаще всего про стауты возможно про какие-то крепкие пашки не пашки то что такое пивко которое прям охота взять и растянуть на вечер прям зачилить с ним никогда я таких сауров еще не пил про которые можно было бы так сказать как правило сауры у меня залетают довольно таки легко и быстро и 1 2 и 3 пока живот не заболит а вот этот саур как раз таки из таких которые охота растянуть даже хочется налить его в другой бокал в котором можно вот так раскатывать нагревать рукой и открывать какие-то в нем дополнительные нотки это неожиданно роскошно и при этом ты чувствуешь все еще что пьешь пиво вот что она не ушло прям совсем вот там во фрукты по оценочке кстати 416 а он мангадора 404 то есть все сорта сегодня оценки выше четырех но это похвально это сильно пожалуй остановлюсь на этом все-таки еще нужны итоги подвести после этого пива конечно на зубах скрипит приправа но это наверное не всем зайдет потому что я знаю что есть люди которые прям не любят когда у них в стакане вместе с пивом плавает салат это конечно да такое может кого-то и оттолкнуть но я люблю мечеладу от парадокса поэтому я к такому привык мне таким не испугаешь в общем и целом какие я могу сделать выводы от пивоварни кофмер за то что они делают крутые коллаборации на самом деле я получается ни разу не пил у них пиво их сольное какое-то но в любом случае вот эти два сорта изготовлены на их пивоварни соответственно я делаю выводы что они умеют делать крутое пиво на этом я с вами прощаюсь меня зовут максим подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте что у меня есть второй канал игровой ссылочки на эти описании надеюсь что вам понравился обзор всем удачи